Чёрное зеркало 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 В общем, впадают в такую крайность, шукать в усьом зраду, и все пропало. Очевидно, что министры закордонных справ нормандского формата занепокоены тем, что ситуация на Донбассе погибается, потому что не выполняется ни из пунктов Минских угод. В их странах есть так же желание быстрого успеха, ближайшие выборы, как в Франции, так и в Немечине. И, в общем, эти меседжи, с которыми министры закордонных справ приехали до Украины, они много в чем стосовали внутреннего вжитка для Немеччины и Франции, где так же сегодня непроста политичная ситуация. И очевидцы внешне политических ведомств хотели показать, что есть план увеличения результатов на Донбассе, позитивного результата. Украина же стоит на позиции наступной. Мы прагнем мир больше, чем кто-то на Донбассе, потому что это наша территория. Мы прекрасно усвідомляем, что конфликт на Донбассе может быть регулирован только политико-дипломатическим шляхом, но через посиление украинской армии. Но, на самом деле, мы хотим мир не для галочки, а мы хотим настоящего мира. И очевидно, что в этой ситуации европейские политики доносили свою позицию. Они считают, что через принятие законов, соответствующих про выборы, можно дойти политическое регулирование. Но так же и мы, очень четко, и украинская сторона, президент Украины, министр закордонных справ, а потом, во время очень непростой эмоциональной дискуссии, в парламенте лидеры буквально всех парламентских фракций, и я, как первый вецеспекер, который голосовал на этой нараде, донесли ключевую позицию относительно того, что Украина вважает, что первочерговыми блоками Минских угод – это безопасный блок и гуманитарный. Мы должны достигать мира не на три часа, три дня или три месяца, а на целого мира. Мы должны достигать того, что будет установлено контроль над Украиной-росийским кордоном. И поэтому так принципово створение еще одной группы в Минске – это пятая группа по вопросу кордона. Мы требуем выведения от Российской Федерации найманцев, российской оружей из этих оккупованных территорий. И так же очень важным является гуманитарный блок. Давайте на гуманитарном блоке остановимся сейчас, Ирина. Не забыли ли о судьбе пленных, ваши ощущения, будут ли помогать наши западные партнеры в давлении как на боевиков, так и на Российскую Федерацию в плане освобождения? Принципово, что в дни, когда зібралися министры закордонных справ, краин Европейского Союза до Киева, дружины и мамы полоненных, родичи полоненных, они вошли с такими мирными пикетами до посольств краин нормандского формата с одним закликом. Будь ласка, не привязуйте політичные питания до гуманитарных. Гуманитарные питания мают быть приоритетными, потому что это вопрос прав человека. И вы решение гуманитарных питаний, оно поможет на самом деле их политическом регулировании. Я полностью поделяю эту позицию мам, дружин, заручников, которые просят у света одного, что вы помогли Украине звольнити Надію Савченко, других заручников. Сегодня нужно активизировать спильные усилия, чтобы мы могли звольнити заручников, которые находятся как на оккупованных территориях, а на сегодня это 112 украинцев, так и тех политвязков, которые находятся в тюрмах Российской Федерации. И вот такой тоже момент цикавый, что насправді в французском посольстве посол вошел до митингующих мам. Вони не митинговали, они просто стояли зі своими листами и зверненнями. В немецком до них никто не приеднався. И в данном случае я дякую лидерам всех парламентских фракций, которые запросили на эту встречу с министрами закордонных справ, от мам и дружин заручников, от всех родин Олену Жемчугову, которая высловила такую консолидованную позицию украинских женщин, что, знаете, хлопцев нужно звольняти. И воля этих людей, свобода этих людей, все равно не может достигаться будь-яким способом. Не можно шантажировать Украину амнистию, не можно шантажировать Украину політичными вимогами за доли людей, как это пытается сейчас сделать другая сторона. Это абсолютно инший... Ирина, но я правильно понимаю, что этот процесс переговоров и освобождения настолько сложный, что говорить о каких-то сроках мы, к сожалению, не можем? Ну, вы знаете, просто это настолько деликатное вопрос, что мы пытаемся говорить про звольнение заручников после того, как это уже происходило. Но мы двигаемся в том направлении, чтобы были позитивные новины, чтобы был прогресс. Спасибо вам за эту работу. Мы желаем вам не успеха по освобождению наших пленных. Это была Ирина Герасченко на связи со студией «Черного зеркала» с Ялтинского форума ЕС. Ирина нашла время, чтобы с вами пообщаться. Спасибо. Я задам всем присутствующим тот вопрос, с которого начало общение с Ириной. И все, кто слушал заявления глав МИДов европейских стран, вам не показалось, что тон стал жестче? И не усилится ли после этого давление на Украину, в первую очередь, в плане реализации минских договоренностей? Игорь. Я также был на этой встрече, про которую говорила Ирина Володимировна. Действительно, наша спильная позиция, независимо, куди мы належали. Но первое – это извольнение заручников, чтобы люди вернулись домой. Что касается вопрос безопасности и политики, нам сделали пропозицию, которая, действительно, выглядит не только более жесткой, а более короткой в часе. Что нам предлагается, что Путин оголошает перемирие на тиждень спочатку, в трех пилотных зонах, а мы за это должны быстро изменять конституцию Украины, конституционный лад, вести особый статус. Оголосить выборы на Донбассе и оголосить амнистию. Это, естественно, ревноционный обмен, и поэтому радикальная партия весь час говорила, что Минские угоды працювать не будут в таком виде. И сейчас я вижу, что у нас есть консолидована большинство, что до полного выполнения всех безопасных пунктов мы не будем выполнять политические пункты. И это уже не только точка зору оппозиции, на сегодня это точка зору и президента, о каком большинстве парламентском сейчас говорите? Если сейчас появится вопрос о голосе в третьем учении за конституцию с особенным статусом, я не дам гарантии, что будет больше 100 голосов. И это правильно. То же самое касается голосования за выборы на Донбассе или за особый статус. Сергей Власенко, как вы считаете, нам ставят ультиматум или нет? Вы знаете, я бы хотел отреагировать дещо на то, что сказала Ирина Герашенко. Она говорила абсолютно правильные вещи, но, перелечивая тех заручников, которые есть, она почему-то забыла про тех активистов, которые сейчас перебывают в тюрмах в Крыму. И давайте не будем забывать про Крым. Крым – это вторая часть. Так, она потребует отдельной процедуры решения, но давайте не забывать, что у нас еще есть Крым. Но когда нам ставят ультиматумы, или когда нам что-то предлагают, мы можем это все слушать, но я бы хотел напомнить, при всей повазе до шановых панев министров закордонных справ, я бы хотел напомнить им про их обязательства. Об обязательства, предбаченные международными угодами, предбаченные, в частности, Будапештским меморандумом, когда они, в том числе и Франция как государство, и Мечена как государство... Сергей, мне кажется, мы уже больше двух лет киваем на тот же Будапештский меморандум, но уже понятно, что он не работает. Он уже не смотрит на него ни Европа, ни весь мир, и в первую очередь на него наплевала Россия. Но что мы о нем вспоминаем? На сегодняшний день у нас есть Минские договоренности, хорошие, неплохие, но у вас нет другого варианта. Я еще раз скажу, за международную политику, как говорит президент Украины, стратегии деокупации Донбасса нема. Стратегии деокупации Криму нема. Минские угоди два года не работают. И нам говорят, что другая альтернатива нема, так как только что вы сказали. А я отвечаю, что другая альтернатива есть. Но для этого нужно проводить другую внешнюю политику. На жаль, нам говорят, что есть лишь один шлях. Если не искать альтернатив, если не подсилювать свою позицию, на жаль, ничего на лучшее не будет. И я погоджуюсь с коллегой, что очевидно для всех, что Минские угоды в таком виде, как они есть, они не работают. У вас первая тема называлась «Нормандский формат». И нормандский формат уже не работает. Есть заявы Путина, что он отказывается встречаться в таком режиме. Хорошо, я правильно понимаю, что вы предлагаете отказаться от Минских договоренностей? Я пропоную шукати інші шляхи розвитку и решения цієї проблемы. Я бачу цей шлях в напрямку Будапештского меморандума в первую очередь. Вистречить говорить лише про обовязки Украины. Есть и международные обязанности других стран по отношению к Украине, про которые тоже не нужно забывать. А когда мы проводим перемоги не только с позиции «Ой, скажите, пожалуйста, что нам еще нужно сделать?» Наверное, это не совсем корректная форма проведения перемоги. Борислав Береза, Татьяна, это следующее. Я хотел бы изначально сказать, что не надо относиться с таким пиететом к словам Штейнмайера. Он политик. Как любой политик, он обязан озвучивать не просто свою позицию, а ориентироваться на результат. Результат по его действиям сейчас близок к нулю. Соответственно, он должен педалировать ту тему, тем более на нас у выбора, он должен педалировать ту тему, которая будет понятна его избирателям. Они хотят получить результат. Результат они пока не получат. Что должны делать мы? Тут я согласен, Сергей. Каждый раз, когда мы говорим о Будапештском меморандуме, мы напоминаем нашим коллегам о том, что пересмотрена мировая доктрина безопасности. И некоторые процедуры уже не работают. Но если себя позволяет Россия так забывать, так забудет рано или поздно еще одна страна, другая. И тогда в мире начнется вакханалия бесправия. Наши европейские партнеры и американские партнеры это понимают. Именно поэтому они являются участниками всех переговорных проектов. Именно процессов. Именно поэтому они принимают участие и непосредственно пытаются вернуть мир в Украину. Я согласен. Но не все способы хороши. Более того, я хочу сказать, что Украине самой необходимо усилять давление. Таким образом, в том числе и пресекая любую экономическую деятельность с оккупированными, неконтролируемыми территориями. И самое главное. Вы знаете, я согласен. Донбассу необходим особый статус. Да, необходим. Там два года идет война. Два года идет российское телевидение. Два года людей зомбируют. Поэтому нужен особый статус. Особый статус в виде лечения. Нужно отключать телевидение после возвращения этой территории. Туда приводить психологов, психоаналитиков. И это проблема государства. Их нужно реинтегрировать. То самое, что было когда-то с Австрией. Напоминаю, в Австрии первые выборы были только в 50-х годах после деоккупации. Почему? Потому что людей нужно было вернуть в нормальное состояние. Кроме того, давайте не забывать, они находятся под воздействием информационной машины пропаганды. Российской машины. Татьяна, но вот, кстати, самопомощь тоже предлагает, Борислав, ваше мнение. Я сразу так скажу. И последнее, что хочу сказать, что при всем этом надо не забывать про еще одну вещь. Мы должны действительно вернуть мир в Украину. Но не путем потери мир. Не путем потери территорий. Но не путем потери чести, достоинства и территорий. Татьяна, самопомощь тоже призывает к усилению изоляции оккупированных территорий. Какие это последствия может иметь для Украины? Об этом вы думаете? Это не совсем неправда, что вы говорите. Расскажите нам всю правду. Мы не требуем изоляции. Мы имеем законопроект и стратегию, про что говорил Борислав Береза, про реинтеграцию. Но реинтеграция возможна только после полной деокупации. После полного восстановления контроля над кордоном. После полного избавления этих территорий. От любых российских воинов, от любых российских загарбников. И только после того, как эти территории будут деокупированы, они будут несколько лет под полным контролем украинской влады. Только тогда в свидомости людей начнутся певные срушения. Можно будет действительно вести там певные психологические программы. Только тогда начнется реинтеграция этих территорий. Потому что реинтеграция неможлива без деокупации. Я бы еще хотела все-таки отреагировать на заявы министров. Знаете, я их слушала и удивилась. Что значит, что Украина должна проголосовать за закон, про особенный статус и про выборы на Донбассе? Украина ничего не должна. Я глубоко шаную свою коллегу Ирину Геращенко, но она как женщина, как мать, в первую очередь думает про гуманитарные аспекты, про то, как извольнити хлопцев, про то, как прекратить кровопролитие и так далее. Но правильно Береза сказав, якою цяною? Мы должны только то, что мы прописали в Будапештском меморандуме. Мы его выполнили, мы отмолились от величезного арсеналу. А говорите нам, вы сделаете и то, а где гарантии? По-перше, кто будет подписывать эти договоренности сейчас, про которые они говорят, про разведение? Какие люди будут, какой статус будет этих угод? Вот в этом мы попытаемся сейчас разобраться, где заложены вот эти мины или капкани на пути Украины. Хотя у вас был вопрос, да? Да, у меня только одно вопрос, коротенькое, так, потом я скажу. Ви сказали, тоді, коли? От мы будем выполнити тоді, коли? У меня вопрос, коли? Коли это будет? От если на такой стоятии позиции, коли это будет? А я вам уточнюющее вопрос задам, а что мы будем выполнять? Ну что, ну вы же сказали, тоді, коли мы где купуем, коли мы это, тоді мы... Ні, я не сказала. А коли это будет? Я так скажу, мы долго будем чекать, так, оцю ситуацию. Долго. Давайте тоді скажемо так, це не наша територія, хай вони там живуть своїм життям. Ми не будемо цим займатися сьогодні, тому що ми не хочемо... Вадим, смотрите, по версії Штайнмайера, например, покажите нам, пожалуйста, цитату. Это будет тогда, ну, конечно, без названия сроков, покажите, пожалуйста, нам цитату Штайнмайера. Безопасность, это будет тогда, когда будет соблюдено одно решение о параллельном выполнении процессов. Вот цитата. Безопасность невозможна без усиления политического процесса, а продолжение политического процесса невозможно без безопасности. Потому что тогда доверие, тогда возникает доверие. И нам необходимо воплотить это параллельно, говорит Штайнмайер, вторит ему ЕРО. То есть это позиция Европы. Мы сможем это выполнить или нет? Николай. Це не позиция Европы, це позиция Штайнмайера. Давайте теж не... Вибачь, будь ласка. Не треба порівнювати одне з іншим. Це не позиция Европы як целой. Сергей, мне интересно, когда Штайнмайер тот же говорит о том, что Украина погрязла в коррупции, все вы кричите от противники власти, оппоненты, говорите о том, что это позиция Европы, а не отдельного министра. Мы приводим не лише цитаты Штайнмайера, а приводим цитаты багатеринга. Хорошо, хорошо. Мнение Штайнмайера. Николай, вашим. Вот меня очень, честно говоря, поразили слова о том, что наши партнеры, министры иностранных дел Франции и Германии, сделали нам какой-то ультиматум. Я считаю, что это совершенно некорректное высказывание, некорректное объяснение ситуации. Нормандский формат был создан для помощи Украине в решении проблемы на Донбассе. Для того, чтобы Украина не оставалась один на один с теми территориями, с представителями тех территорий, с Российской Федерацией, к этому процессу подключились Франция и Германия. Этот процесс поддерживается Соединенными Штатами Америки, и президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама неоднократно об этом сказал. Наши партнеры в рамках этих минских соглашений не делали никаких ультиматов. Они встретились с представителями украинской власти и сказали, как они видят, как гаранты этих соглашений, как их нужно реализовывать. Мы совершенно, даже не знаю по какому, мы говорим, нет, это нам не нравится, мы это не хотим делать. Тогда как мы будем это решать? Общими словами, то есть Украине нужен мир. Без того, чтобы решить проблему на Донбассе и вернуть в Украину мир, не будет никакой ни экономики, ни социальных выплат, ни бюджета нормального, ничего. Будут только траты на оборону и рассказы про то, что нам нужно там бороться с агрессором, и все. Борислав Раслан Владимирович. Это политики. Тут было правильно сказано. У них напередодні выбори. Сегодня им нужно своему народу заявить про их позиции. Они знают прекрасно, что они все идут, так же самое, до своего лектората. Им нужно какой-то меседж своим бизнесменам рассказать, что мы поддерживаем сегодня Украину, но мы сегодня там что-то втрачаем, заради чего-то. Сегодня они приехали до Украины и говорят, слушайте, наши бизнесмены втомились, мы тоже хотим развивать какие-то отношения, нам нужно бизнес, нам нужно податки, нам нужно еще какие-то дополнительные компенсации. И сегодня за Украину они страждают. Но я хочу рассказать всем разом, мы выполняем все Минские умовы или домовленности только в одной разе, при одних умовах. Когда наша Украинская армия будет сильной и она захистит нашу страну. С нами слабкими, никто не будет разговаривать, потому что мы будем завжди объектом перемоги, а мы должны стать субъектом перемоги. Не с каждым нашим решением, с каждым нашим словом должны рассчитаться. И это наступит только тогда, когда мы будем способны заявить про себя самостоятельно. И все эти заявки просто полиции. Спасибо. И Сергей Каплин закончит блок выступления политиков, и я перейду к разговору с экспертом. Мы выполняем Минские умовы, когда наша армия станет сильной, лишь за умову, если ее не разкрадет Пашинский. Я вчера был на заводе в Миколаеве, на заводе 61-го Комунара, флагмані витчизняного суднобудования. Кілька сот людей вошли на акции протеста с заявкой остановить рейдера Пашинского, который уже отжимает государственное военное предприятие. Это первое. Другое. В нашей разговоре не хватает одной умовы. В честности, давайте відверто скажем, что Будапашский баварандум – это просто папирец. И нас просто развели. И за это президент, который подписал этот документ, нужно завтра сидеть в вязнице, который отдал без умов безопасности. Вы думаете, что президента предупреждали? Подписывайтесь, а мы вас разведем. В нашей стране подписал какой-то папирец, и мы отдали ядерную оружие. Другое. Давайте скажем, что Минские умовы нам навязаны, как слабкие государства, которая слабкая в середине, слабкая тем, что нет сегодня коалиции, и ее не может быть без новых выборов до парламенту. И вообще, любая безопасность и новая доктрина в Украине, в принципе, не может быть без перезавантажения элит, перезавантажения украинского парламента, а ведь так украинского уряда. Мы не имеем ни экономической стратегии, ни политической стратегии, ни антитерористической доктрины, ни военной доктрины. Ничего не имеем. Можем только цирк, когда Народный фронт бегает с балалайками по Верховной Раде, и кого-то звинувачиваю в том, что тот, кто критикует Яценюка, агент выявляется Кремля. Поэтому я не вижу вообще абсолютно никакого просвета в том, чтобы остановить сегодня за наявных элит, за наявного парламенту, за наявного уряда, за наявной ситуацией войну на Сходе и где оккуповать Крим. Нет. Теперь я обращаюсь к уважаемым экспертам. Вот вы послушали все эти заявления. Скажите, пожалуйста, если допустить все-таки, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, или вовсе откажется от них, какие могут быть последствия для Украины? С кого начнем? Андрей. Да, спасибо большое. Я благодарен, что вы четко разделили тех, кто выступает сейчас как политик, и сейчас есть возможность напомнить, что мы выступаем как эксперт. Это важно, потому что звучал вопрос, что делать. Это у депутата вопрос, что делать. Сегодня лидит Кучма, на которого постоянно вешают и обвинения неэффективности Минской группы, и спрашивают, что они решили. Всем аккуратно напомнил, что речь идет о контактной группе. А что должны делать законодатели? Извините меня. Определять политику, формулировать, принять законы. Более того, списывать на то, что контактная группа договорилась, господа, она вам условия создает. А вообще-то министры иностранных дел Германии, Франции приехали к законодателям с вопросом, что вы делаете. Вы начинаете говорить от имени всей Украины, всех экспертов, всех политиков, вы должны с ними говорить языком законодателя. Никто вам не мешает разработать 3-5 альтернативных планов, разработать под них законопроекты с условиями вступления в силу, и говорить, и это позиция силы законодателей. В отличие от позиции силы экспертов, которые могут только предлагать разумное решение. Теперь второй момент. Понимаете, какая штука? Даже сейчас политики выступают, подбирают слова. Я понимаю их. Сейчас попробуй скажи языком критики, да? Или не скажи ура армии. Да тебя тут освистают и в фейсбуке, и прямо в аудитории. Страшно стало. Поэтому сначала помолимся на армию, потом объясним, как невозможно жить в проблему войны, а потом патетика про Украину. Целый день наезд об этом. Я к чему веду? Сейчас, я считаю, каждая партия должна с началом сессии подготовить свою версию мирного плана. Раз уж нет у Порошенко, а у Минской группы только домовленности с протоколами, пожалуйста, на стол мирные планы, проекты реализации, законопроекты. Это серьезная разговорка тоже должен был у вас быть с первых числа сентября. И второй момент. Что касается процессов. Понимаете, есть реальность, в которую погружены политики. Там политез, дипломатия, плюс ко всему работают законы каждой страны. Кто-то к выборам готовится, кто-то отрабатывает так называемые тезисы, которые готовятся, как установки по линии МИД. Шаг в лево, шаг вправо. Есть реальность информационной войны. Конечно, российская машина зомбирует. И Донбасс, и нас с вами как может. Но извините, у нас работает машина, которая зомбирует и Донбасс, и нас с вами. В этой реальности нет ответа. Посмотрите на новости. Каждый день это начинается с выстрелов, убийств, жертв на войне и так далее. Но есть третья реальность, где реальная жизнь миллионов людей, контрабанда с войной, трагедия личная. И геополитика там тоже. Никто не будет защищать... Я иду к чему. Никто не будет защищать Украину своими танками, если речь идет о интересах НАТО. Это надо раз и навсегда понять и больше не поднимать вопрос об оружии. Вадим Карасович. Второе. Второе. Нельзя забывать, что около 4 миллионов жителей Донбасса, так называемых, это наши граждане. Многие из них, кстати, в 91-м году голосовали за независимость. У них есть право как-то к этому определяться. Я не уверен, что мы знаем, как они настроены сейчас. Представьте себе, с понедельника. Я, как раз, на солнце ушли российские войска. Ушли сепаратисты. А как будут голосовать сейчас жители Донецкой и Луганской области, пережив это все? Вы уверены, что за этот Киев? Вот в чем проблема. Поэтому мирный план, совершенно правильное слово, реинтеграция, условия сформулированные в законах перехода, с условиями, когда вступают в силу. Кстати, о том, что там живут наши сограждане, наши украинцы. Некоторые политики предлагают и отказаться. Я хочу напомнить о предложении Виктории Сюмар из Народного фронта о проведении референдума о будущем Донбасса. Андрей, извините, вы мешаете мне. С подтекстом о том, что от этих регионов можно, в принципе, и отказаться. Как вы можете прокомментировать это, Вадим? А что это в подсознании, это подразумевается, это в подтексте. Потому что, когда говорят, что есть Минские соглашения, но мы пока их выполнять не будем, значит, это понятно, что кто-то рассчитывает на то, что конфликт не будет решен, и оно как-то само утрясется. Вот они сами там как бы оформят свою независимость, как бы, или свою привязку к России. Это тоже может быть. То есть не можем спасти, сдадим. Нет, все на слова говорят, что мы за территориальную целостность, но кто-то давно уже расстался с этой территорией, как не нашей, как не своей. Потому что, в чем же проблема Украины? Так, сейчас. В чем проблема Украины? Потому что у нас понятие нации не покрывает понятие государства. Донбасс, он не входит в национальное сообщество, так? Это как бы отдельная территория. Так вот, что касается реинтеграции. Вот то, что говорила Татьяна, это не реинтеграция, это ассимиляция. Мы деоккупируем, войска заходят, мы туда возвращаем полностью все украинское. Это ассимиляция, это не реинтеграция. Реинтеграция это на особом статусе. Когда у них будут какие-то особые права, там, по языку, условно говоря, по внешнеэкономической деятельности. То есть тоже записано в законе об особом порядке местного самоуправления. Особый статус реинтеграции? Кстати, нет, 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 как раз, вот это есть и реинтеграция. Своя милиция, свои суды, свои органы управления, извините, это не реинтеграция. Подождите, слово интеграция, так? Это федерализация. Подождите, нет, подождите. Это может быть автономизация, федерализация, конфедерализация. Это может быть региональная область, как в Испании, понимаете, там Каталония, это региональная область. В Италии, в Италии пять областей, как бы автономных, извините меня, пять областей. Во Франции унитарная страна, Корсика отдельно, так сказать, автономный остров. Ну не надо. Поэтому, первое, вот я хочу сказать, это не реинтеграция, а ассимиляция. Но вопрос то в другом. Первое, то, что предлагают немцы, это доверие быть. Почему нет доверия? Потому что мы говорим, вот сначала давайте беспека, а русские говорят, нет, мы беспеку сделаем, мы уберем с границы войска, а вы ничего не сделаете. И вот это начинается. Поэтому немцы и французы предложили мелкие шаги. Вы делаете частичную беспеку, вы частичную беспеку, мы частичную политику. Мы это не принимаем. Ну не принимаем, так не принимаем. Но я хочу сказать, вот знаете, в чем выбор будет? Значит так, есть, смотрите, есть две модели государства. Одна строится на войне, другая на мире. Таня, послушайте, Таня. Когда якобы прекратился огонь. Татьяна, ну послушайте меня. Вы говорите о доверии. Ну вот они сказали, будет прекращение огня. Где оно, это прекращение? Только за одну ночь после его заявления 30 раз отстрелы. Пока не будет договоренности по политике, как вы не понимаете. Они скажут тогда, раз мы решили по политике, мы тогда не будем стрелять. Все. Ну тогда это же даже понятно, элементарно. Так вот, смотри, был такой человек, так, Чарльз Стиль, известный социолог и политолог с мировыми. Он сказал, государство строится на войне, война строит государство. Это для государства 18-19 века. Мы можем государство построить на войне. Да, Россия вечный брак. Мы с ней все время воюем. Мы вооружаемся. Но что такое война? Война это насилие. Вы учтите. Это привычка к насилию. Внешнее насилие, оно перейдет и внутреннее насилие. Второе. Война это чистки всегда. Война это враги. Внутренние враги. И не только внешние, а внутренние враги. Война это чистки. И у меня нет гарантии, что вы не попадете под эти чистки. Потому что найдутся более правоверные патриоты, более правоверные украинцы, которые скажут, а вы не чистые. Потому что у вас фамилия Острикова, а не Островенко там или еще какая-нибудь. И такое быть, да. Значит, второе. Или государство строится на мире. К сожалению, может быть, вот ситуация такая у нас. Мы можем строить на войне. В 21 веке, 20 веке строили государство и на мире строили. Да, за счет регионализации, дезентрализации, а не деоккупации. Тогда, понимаете, гражданский мир, вот на чем строится государство. Гражданский мир это гражданское общество. Когда есть война, гражданское общество не будет. Это будет общество войны, извините меня. Это будет общество активистов, радикалов, которые сегодня один канал возьмут, завтра другой подожжут канал и так далее, и так далее. Поэтому я не говорю, что что-то хорошо, что-то плохо. Вам выбирать, вы депутаты, вас избрали. Вы выбирайте, мы государство строим на войне или мы государство строим на мире. Война, Вадим, это еще и большие деньги. Сейчас я хотел бы поговорить с Тарасом Казаком, экономическим экспертом. Скажите, пожалуйста, насколько дорого нам находится война? Мы знаем приблизительно, да, эти цифры и называются. А сколько зарабатывается на войне сегодня? Дозвольте, спочатку, трошки політичный коментар. Можете, но не забудьте о моем вопросе. Доброе, дякую. Я хочу звернути спочатку увагу на два акценти таких. Перше. Россия задает в этом конфликті порядок денный. Кто задает порядок денный, тот и керует. Россия говорит про Минские угоды. Чомусь мы поддали себе загадать в этот коридор. И в рамках Минских угод нас не мает. Они задали порядок денный після Иловайска и Дебальцева. Так. Задали они порядок денный. Это не питание, потому что мы поганые. Потому что мы были слабкие тогда. Сегодня нет Иловайска. Сегодня нет Дебальцева. Сегодня спокойно. Это ситуация. Мы можем подняться на уровень выше. Потому что Минские угоды не имеют в среднем себе очевидного решения. Мы должны подняться на уровень выше и долучить до этой проблемы еще и проблемы Крима. Подняться на международный уровень. Потому что пока что Европа не понимает. Президент сегодня выступает на саммите. И еще так сказал, что Крим не разменная монета. Его никто не будет разменять на регулирование ситуации на Донбассе. Ну, просто детский сад. Погнятим. Чтобы оккупованные территории Донбасса и Крима мали одинаковый статус. Чтобы мы не говорили только, что оккупованная территория – это Донбасс. Проблема должна быть таким чином поздавлена, что Россия – это агрессор. Пока что это не визнано. На Раді Безпеки Россию блокируем. Мы это понимаем. В невдовольности будет Генеральная Асаблея. Украинская дипломатия должна выносить это вопрос на более высокий уровень. И должна быть визнание, что Россия является агрессором. Как международная правовая... Еще 2015 года. ООН визнав. Вот там международный уровень. И не можно поделять проблему Криму и проблему Донбассу. Это единственная проблема. Это борьба между Россией и Украиной, а никакая внутренняя война. Это первая вещь. Другая вещь, я хотел бы сказать, это проблема гарантий. Проблема, которая родилась в результате Будапештского меморандума, когда есть какие-то папирцы подписаны. И мы на сегодня, мающие на руках эти папирцы, не можем ними использовать. Там Минские угоды, это папирцы. Это немного фантастически, но представим, что боевики и Россия действительно прекращают огонь. В течение длительного периода времени. На нас смотрит Европа и ждет, чтобы Верховная Рада проголосовала за законопроекты. Что делать депутатам дальше? Что делать президенту с депутатами, которые не станут голосовать, не приведу господи? В принципе, это, что приехали европейцы от нас вимагать, так записано в Минских угодах, что сначала политическая часть, а потом введение в ВИК за кордону. Контроль за кордону. Почитайте Минские угоды, там все написано. Но вопрос в наступном... Там первый записан всеосяжное припинение в огню. В огню, так. Вот тут первый. А вони говорили, мы сейчас на диждень... Два роки не можем виконати перший пункт. Ні, почекайте, почекайте. Вот они говорили, что там написано. Мы не можем, Россия не выполняет. Мы припиняем в огонь, потом в політичную часть, а потом в контрольную кордону. Зрозуміло, что это подписано, там есть подписка Порошенко. Мы ничего от этого не можем. Но мы понимаем, что выполнение в таком обсязе, это просто разорвает страну. Тому треба быть хитрее. Я полностью погоджую с Андреем. Вот купа народных депутатов. Пишите плани, пишите папирцы. Приехали політики. Вы же должны понимать, что захидные политики, это формалисты, это не украинская политика. Если подписал папирец, то должны его выполнить. Давайте и другие папирец. Можно принять, пожалуйста, закон, что вам заважает принять, закон про выборы на Донбассе, но с такими выключениями. И безпеку, где включите и украинские дельницы, и так далее, чтобы его неможливо было выполнить. Но вы выполните в очах международного спецтвариста частину своего. Что вам заважает? Даже нужно хитрее делать и понимать, где с нашего боку папирцы, где с нашего боку альтернативные планы. Вы должны понимать, что если с нашего плана не будет никаких папирцев, то нам его напишут. И нам его навяжут, потому что они сильнее, и они, в целом, дают нам деньги. И за это мы только воюем. Вот и все. Спасибо, Борислав. Я хочу согласиться с экспертами в одном их тезисе о том, что действительно мы должны создавать повестку дня. Но я хочу также напомнить им, что они иногда ошибаются. Как, например, ошибся сейчас Тарас, когда сказал, что под этим соглашением минскими есть подпись президента. Там не стоит подпись президента, там стоит подпись Кучмы. Более того, насколько я понимаю, это действительно бумажка, не более. Поэтому это отдельный разговор. Теперь второе. Когда говорили о том, что западные политики... Когда говорили о том, что западные политики могут как-то договариваться с Россией, то это представление Запада о России. Европейцы считают, что они могут уговорить Россию, склонить ее к чему-то, или же дружить даже с ней. Россия будет выполнять только то, что ей выгодно. Но так складывается, что то, что выгодно России, не выгодно Украине. Сергей, с чем вы были не согласны? Мы должны только свою повестку дня. И последнее. Касаемо заявления госпожи Сюмар. Политик, который отказывается от своих территорий, потенциально, образа или фактически, не просто отказывается от этой части. В принципе, он может потом потерять и другие территории. Сегодня Одесскую область, завтра Закарпатскую, посоветра Черниговскую, посоветра Сумскую. Есть очень хороший фильм, где-то хорошие слова. Кемская волость. Ты ее брал, не тебе ее отдавать. Сергей, вы все мы были только что возмущены. Это хобби Народного фронта. Они продали Крым. Теперь они продают Донбасс. Это нормальная их практика. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Нам, шановный пан эксперт, запропонував займатися профанаціей. Каже, давайте, ви створите такий закон, який, от нібито закон, а виконати його, от неможливо. Ви знаєте, я насправді думаю, що всі проблеми у нас, в тому числі і в зовнішній політиці, в першу чергу, із-за того, що ми займаємося профанаціями. Ми не назвали, пробачьте, військовий конфлікт, військовим конфліктом. Раз. Ми називали його АТО. І два роки ми боремося з терористами, виявляється, а не з Російською Федерацією. Друге. На жаль, і ми, і міжнародні наші партнери проводять перемовини з Російською Федерацією як з нормальною, добропорядною європейською країною. Що не є правдою. Володимир Путін декілька днів назад публічно сказав, Крим ми взяли законно, ніяких порушень міжнародного права, всім до свідоцт. Питання Крима вирішено. Так само вони і по Донбасу роблять вигляд, що вони не приймають участь, що їх там немає, що їхніх військ там немає, що фінансово вони не допомагають, і так далі. От до тих пір, поки ми цю ситуацію не зміним, на жаль, нічого не змінимось. Це перше. Друге, я дуже з таким спевним здивуванням послухав наших шановних експертів, в тому числі і тих, які займали достатньо високі посади, очолювали Інститут стратегічних досліджень, але які змішали все в кущу. Я хочу нагадати, за реалізацію зовнішньої політики, у нас є розподіл влад в країні, за реалізацію зовнішньої політики відповідальність несе, згідно з українською конституцією, президент України. У нього три функції. Забезпечення зовнішньої політики раз, забезпечення безпеки два, і третє, засади прийняті, засади прийняті, які треба закони прийняти, щоб головнокомандувач віддав відповідні накази. Ніякі. Це його компетенція. На закон про вибори. Тарас, очень коротко. На місцеві вибори. Тарас, очень коротко, у нас згадується відпечення ще одно. Скористаюся регламентом Верховної Ради, якщо там упомянуте моє профанацію. А так ми не контролюємо Путіна. Ніхто його не схили до цього. І Захід це розуміє. Поки там ядерна є зброя, він буде робити все, що завгодно. А ми що, не займаємось профанацією останній рік, коли ми фактично намагаємось показати, фактично не виконуємо, і правильно робимо, не виконуємо те, що підписано в Мінських угодах, коли від нас вимагають проводити вибори на територіях, які підконтрольні фактично Путіну. Безконтрольно. Так ми займаємось, так. Треба бути хитрішими, тягнути час. Про це я і говорю. Тому що ми не контролюємо Путіна. Поки санкції будуть працювати. А які ви можете поставити? Скільки ви можете сказати, коли зміниться Путін, наприклад? Ніхто це не може. Ми не контролюємо, це ми можемо. Ми не контролюємо, це ми можемо. Нужно, треба терпеть. Мир ще трудніше. Як це непонятно. Мирна програма, її придеться через себе, извините, через... Через колено, я за вас скажу. Через боль. Через боль. І вторий момент. Нужно просто осознать, що то, що відбувається в українському обществі, це нове образування. Постсовєтське обществу ми прожили. А що образується з нами, і що в це вже годами образується в кримському сообществі, і в Ордло, нам ще неизвестно. І не факт, що ці сообщества виберуть нас. За це бороться ще потрібно. І стратегія не просто реінтеграції, відбувається на десятилетие. А наційство йдешво. Вадим, очень коротко. Там вот в самом начале говорили капканов сколько. Так вот, умный охотник, или опытный охотник, он буде охотиться, избегая вот этих капканов. Придеться це робити. Но треба буде такі закони виписати, щоб це було на пользу України. Ну, потому що, давайте так, смотрите. Вот ця ситуація, она нас ослабляє. Тут реально о Роді не заботиться, а не популизмом займатися. Три таких вопроса. Первое. Нынешня ситуація, ні війни, ні віра, вона нас ослабляє чи ні? Дальше. Вона усилит Україну, якщо ми реінтегрируємо ці території? Или два? І третій вопрос. Усилится Україна, якщо ми ці території потеряємо? Ми повинні відповідати на третій вопрос. Що нас усилит, що нас ослабить? Я считаю, реінтеграція нас усилит. А нынешня ситуація ослабляє. І потери території ослабляє, тому що, правильно, це принцип домино. За одній території, за куском території, пойдуть всі остальні території. Татьяна, дам слово после включення. Ви первая. Дорогой спутник висит. Сергій, Сергій. С нами на связи Алексей Пшемынский, моя колега, работает на Ялтинской конференції, которая, Сергій, извините, можна я продолжу програму? Которая проходит в эти дні в Мистецькому арсенале. Алексей, здравствуй. Скажи, пожалуйста, как прошел второй день форума? О чому все-таки більше говорили его участники? Об Україні, о мире на Донбассі или о більш глобальных вещах? Добрый вечер, Алексей, раз снова вас слышать. Ну, скажу, что да, исходя даже из самого названия, что это Европейская Ялтинская стратегия Украины, ну, конечно же, говорили об Україні больше всего. Отмечу, что очень много важных гостей здесь. Это и Доминик Стараскан, и бывший глава ЦРУ. Много политиков. И вот в связи со всем этим очень было интересно утреннее выступление президента. Я вот слышал за эфиром, да, что вы очень много говорили о ситуации с минскими договоренностями, с урегулированием конфликта на востоке Украины. Вот, собственно, мы знаем, да, что у нас в гостях вчера были министры иностранных дел Франции, Германии, которые подняли вопрос Минска. И вот эти тезисы президента, вот как мне кажется, они сегодня даже были больше направлены на европейских гостей, которые очень внимательно слушали. Ну, напомню, да, вкратце, я думаю, что вы уже говорили об этом, что президент отметил, что Украина не отойдет от выполнения минских соглашений, но только после того мы будем делать следующие шаги, как Россия выполнит свои обязательства в той части, которая касается безопасности и прекращения ведения огня. Ну, глава государства также добавил, что Крым никогда не станет разменной монетой, ну и, собственно, не идет речь о каких-либо переговорах в связи с Крымом и урегулированием ситуации на Донбассе. Ну, и отметил, что мы будем дальше, Киев будет дальше настаивать на максимально возможных санкциях против России, как, ну, наверное, одного из единственно возможных инструментов влияния. Добавлю, что вот интересный был тезис и от Леонида Кучмы, который участвует в переговорах в Минске, он сказал, что никогда в Украине не будет фейковых республик, ну и что ни о каких изменениях в закон не будет идти речи до тех пор, пока там на Донбассе стреляют. Ну, отмечу, что это слушали много европейцев, ну и вот исходя из тех выступлений, которые были после, сложилось такое впечатление, ну, что в Европе, конечно же, не видят альтернативы Минску, ну, как бы было бы немыслимым отказ от выполнения минских договоренностей. Собственно, ну, и это вот такие были основные тезисы. Отмечу, что много говорили, конечно же, о ситуации в целом в Европе, ну, вот даже само название этого саммита в этом году, это «Мира, Европа, Украина, штормы перемен». Конечно, говорили о терроризме, о радикализме, говорили о Brexit, о том, как это повлияет, ну, в том числе и на Украину, ну, и на экономику. Также отмечу, вот важный тезис, я озвучил президент в своем выступлении, он затронул тему иностранных инвестиций в Украину, тему того, что, ну, государство Украина будет гарантировать безопасность этих инвестиций. И отметил, что уже со следующего месяца мы увидим в Украине масштабную приватизацию, ну, в частности, речь идет об Одесском припортном заводе, о многих энергетических объектах, но я думаю, что это тоже были тезисы, направленные в Европу, в первую очередь, Алексей. Леша, надежды на приватизацию могут у европейцев так поославнуть. После истории двухнедельной данности я имею в виду атаки на нашу редакцию новостей. Это обсуждался поджог Интера на форуме или нет? Алексей, скажу, что, ну, темы работы с ней, темы свободы слова не было в дискуссиях, но вот как только сегодня утром президент закончил свою речь, она была очень длинной, много там было важных тезисов. Первый вопрос, который задали главе государства, а его задала европейская журналистка, это как раз был вопрос вокруг ситуации с поджогом редакции подробностей. И, в частности, также у ситуации с расследованием убийства Павла Шеремета, ну вот сложилось впечатление, что очень сильно встревожили эти события европейцам, но это, собственно говоря, очевидно, вот тут есть наши коллеги с BBC, к примеру, есть коллеги с CNN, вот мне удалось пообщаться со Стивеном Сакуром, это ведущий передачи Hard Talk, очень известный в Европе журналист, но он сказал, что, ну, немыслимо такое было бы в Европе, и выразил надежду на максимально тщательное расследование этих происшествий. Но я отмечу, что вот комментарий президента был следующий, что он не удовлетворен ситуацией с прессой в Украине, что, ну, однако он подчеркнул, что влиять на правоохранителей он не может никак, но выразил уверенность, что это расследование будет максимально эффективное, максимально тщательное, ну и тоже эти вот тезисы, их слушало очень много европейцев, и я думаю, что очень важно, что они услышали их сегодня, потому что, ну, это те слова, за которые позже, я думаю, что с украинских правоохранителей в первую очередь спросят. Алексей. Спасибо, это был Алексей Пшимынский съезд. Мы, кстати, на расследование тоже очень надеемся, но пока в две недели ВОЗ и ныне там. И знаете, приходится нам самим помогать, ну, чем можем, правоохранителям. Мы внимательно за эти дни изучили видео, которое было снято на нашей камеронаблюдении, на видео с телефонов, которые снимали наши сотрудники, которые спасались от пожара. Есть у нас два момента. Мы установили одно, ну, я бы сказал, наверное, это мелкая сошка, исполнитель, который у нас очень сильно наследил, сначала поджигал, затем свои личные вещи потерял. Мы не установили личность, но установили, что это же лицо появлялось еще во время всяких радикальных акций в разных регионах Киева, в разных районах Киева. Я бы первое видео, наверное, сейчас не показывал из-за недостатка времени. Покажите нам, пожалуйста, видео номер два. Вот там лица все уже достаточно даже установленные. Многим и из зрителей, и из присутствующих в этой студии очень даже известные. И ведут они к людям, которых нет в этой студии. Я позже объясню, почему. Видео номер два, пожалуйста. Вот. Киева, Черный и Середюк. Там есть исполнители, все эти, позже с охраной подъедет Мизер. Это кличка одного из криминальных авторитетов, который помогал, в общем-то, в атаке на наш канал. Но Киева со своими помощниками появляется не только возле здания НИСА, это редакция новостей, подробностей, но и возле места, где они митинговали в последующие дни под каналом Интер, это офис наш главный на Дмитриевской. Были фотографии и раздачи денег. В общем, то есть много всего. Леха Качок, вот тоже криминальный авторитет рядом с Кивой. Все это подтверждает Николай. Помните, мы неделю назад обсуждали результаты депутатского расследования, которое провел ОПО-блог, в котором упоминаются все эти имена. И там известно, что там устанавливается депутатами, что предполагается, я бы даже вернее сказал, что, в общем-то, верхушка заказчики сидят в МВД и в партии Народный фронт. Именно поэтому здесь нет представителей Народного фронта. Мы бы хотели сначала увидеть, наверное, арест всех этих лег, мизеров, услышать, что они скажут, затем услышать извинения представителей этой партии, которые утверждают, что мы совершили самоподжог, но затем мы уже будем рассматривать возможности их участия в нашей программе. Кто хочет прокомментировать увиденное? Можно я как? Можно. Вы знаете, то, что произошло с Интером и то, что происходит в целом в стране, это, наверное, результат руководства Народным фронтом этим государством. Это мафия, это мафиозный спрут. Я глубоко убежден и знаю, что в каждой области, в Полтавской в частности, подобный беспредел происходит систематически. Крышевание наркоты, казино, обнальные центры и так далее. Все это сегодня под Министерством внутренних дел. И это наше постмайдановское достижение. Я внес проект постановления об отставке Авакова. Я не понимаю, честно говоря, как страна после таких событий и такой международной реакции осуждение всем миром этого преступления может дальше спокойно делать вид, что ничего не происходит и что на эту возможную отставку можно закрыть глаза. Я еще раз напомню, несколько дней назад... Мы передаем в МВД рюкзак и куртку, которые были найдены, которые остались после поджигателей, две недели и показываем лица этих людей. Реакции нет. Вы говорите о том... На какое расследование мы можем надеяться? Вы знаете, я вот закончу еще одно предложение. Я еще раз хочу напомнить, что президент просил генпрокурора курировать это расследование. В это время для этого нужно что? Расследовать это не по статье хулиганства, а по статье терроризма. Я одну скажу глобальную вещь. Чтобы им занималась СБУ и генпрокуратура. Расследование это важно. Расследование. Посадить там Киеву Авакова важно. Другая вещь, о которой мы только что говорили. О какой вообще реинтеграции Донбасса? Деоккупации Крыма? Возвращение внимания киевской власти? В Симферополе, на Донбассе, в Луганске, Донецке может идти речь, когда конченый подонок, мафиозный лидер, мафиозной группы руководит Министерством внутренних дел. Объясните, пожалуйста. И Верховный Совет продолжает молчать. Спасибо, Сергей. Ну а теперь я обращаюсь к зрителям. Если хотите узнать, на какие деньги вам придется прожить 2017 год, и на какие деньги будет выживать Украина в 2017, присоединяйтесь к нам через несколько минут. Будем обсуждать бюджет следующего года. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это «Черное зеркало». Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Впервые за очень много лет Кабинет Министров представил, как и полагается по закону, 15 сентября проект госбюджета на следующий год. Правда, сами министры предполагают, что все эти цифры в Верховной Раде захотят переписать. И переписать существенно. Кто какой кусок хочет урвать от бюджетного пирога? Сколько достанется нам с вами, простым украинцам? Как рада пройдет это испытание деньгами? Давайте разбираться. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто из присутствующих уже видел проект госбюджета на 2017 год и может поделиться своими впечатлениями? Татьяна. Я была вчера присутня на заседании уряду, когда уряд презентировал бюджет. И, перш за все, хочу сказать, что велика шана уряду, премьер-міністру, министру финансов за то, что они смогли это сделать вчасно. А скажите, пожалуйста, в какой час это было? О 19.30. А скажите, пожалуйста, а как тогда вчасно бюджет мог попасть до Верховной Ради? 15 было вчера. У меня тоже было это вопрос, что работает Верховная Рада. Больше того, вы так же, как я, знаете, что до этого часа самого текста закону на сайте Верховной Ради нема. Есть номер и я посылаю, но текста нема. Поэтому первый миф прибираем, вчасно не подали. Сергей, но по сравнению хотя бы с прошлым годом, когда вы в прошлый год увидели бюджет? Так давайте, чтобы сравнивать с 1913 годом, и тогда далее будет... Закон вимагает 15 вересня подать проект бюджета до Верховной Ради. Хорошо. Так все-таки кто-то видел эти цифры или нет? Так. В презентации цифры были озвучены. Что хочу сказать, что уряд намагался, я это увидела, формировать бюджет на максимально реалистичной картинке. То есть, я так понимаю, что даже запрошили экспертов, чтобы посмотреть, насколько реалистичные доходы закладены. И, соответственно, до этого взросли витрати, враховуючи також дефицит. Но, даже если он чесный и умовно вчасно поданный, дьявол криця в деталях. И, когда, например, я увидела надходы по податку на прибуток, инши даже сейчас не буду брать, по податку на прибуток, там больше 60 миллиардов, и это близко на 10 миллиардов больше, чем было закладено в бюджет 2015-го. Я зрозумела, что принцип реалистичности витриманный неповною мірою. Поясню, почему. Цей податок сбирается очень плохо. Те 50 миллиардов, которые были закладены как план 2016-го, они в основном выдушиваются из бизнеса. Они выдушиваются за счет переплат, за счет авансовых внеск. То есть, хочешь отшкодовать ПДВ, податкова тебе каже, показуй прибуток, плати наперед, податок на прибуток. И поэтому в мене виникает сумнів, что ця цифра будет зібрана по итогам 2017-го года. Также премьер-мінистр презентировал несколько пріоритетов. Это децентрализация, это освещение, это финансирование государственной службы, то, что мы приняли новый закон, судочинство, прокуратура, повышение их зарплаты, дороги, дорожний фонд. Тут в мене тоже есть вопрос. Потому что за дорожний фонд еще Верховная Рада не голосовала, и это мне раньше нагадало, когда Яресько вносила нам в доходы, например, доходы от игорного бизнеса, от бурштину, а этих законов Верховная Рада еще не голосовала. Так же и за закон про дорожний фонд Верховная Рада не голосовала, и неведомо. То есть это пока еще мифические все-таки деньги? Да, что я не побачила. Я не побачила доходов от приватизации. Цего не было в презентации абсолютно. Я не побачила того, что мы ожидали сбольшения минимальной заработной платы, суттевого, с тем, чтобы сбольшилось надходение от ЕСВ и ПДФО, и, соответственно, прекратился дефицит пенсионного фондов. Понятно. Татьяна, дорогие гости, я хотел бы вас попросить об одном. Тема бюджета, она очень важна, но и очень сложная. Она сложна, в первую очередь, для восприятия простого телезрителя. Давайте постараемся говорить так, чтобы зритель, просмотрев нашу программу, не получил неожиданно второго экономического образования, высшего, но при этом не услышал ни одного ответа на интересующие его вопросы. Алексей, я скажу без вопроса. Меня волнует больше... Нет, нет, Татьяна, чуть-чуть позже вы скажете обязательно. Меня волнует каждый зритель, который нас сейчас смотрит. Интересует его только одно. Станет ему легче жить в 2017-м или нет? То есть максимально приближенно к нашим... Его не волнует, он знает. ...к нашим зрителям. Глеб Вишлинский, вы как экономический эксперт, я думаю, уже внимательно изучили хотя бы то, что могли изучить. Ваше мнение, это будет бюджет реформ, бюджет затянутых поясов или просто, возможно, бюджет проедания? Я великою мере разделяю те побоевания, про которые сказала Татьяна. Это касается того, что если сравнивать, насколько співвідносятся те доходы, которые заплановил уряд на наступный рейк, с теми доходами, которые заплановлены на этот рейк, то мы бачим зростание. На этот рейк это было 33% валового внутреннего продукта. Я понимаю, что этот документ отправляется до Верховной Ради, где, очевидно, будет желание еще больше увеличить витрати и, соответственно, возможность обеспечить покрытие этих витрат достаточно низкой. Поэтому я разделяю эти побоевания. Это раз. Другой, эти позитивные речи, то есть приятные речи, которые закладывал уряд до этого проекта, я с ними скорее готова согласиться. То есть, на самом деле, касается увеличения зарплаты вчителям, это касается... Медикам на 10%. Это касается увеличения... Там, фактически, выходит на 30%. На 30%. Это увеличение витрат на закупивание медикаментов. То есть, что касается приоритетов, это увеличение на 50% зарплаты государственным службовцам. Потому что сейчас это самообман, что мы можем иметь честных и качественных государственных службовцов за мизерные зарплаты. Это популяризм. И единственное, в чем есть проблема, это то, что, как мне кажется, все-таки, серьезные реформи в обеспечении, частично в охране здоровья, в, например, финансировании вугильной промышленности, где снова закладено миллиард гривен на финансирование операционной деятельности шахт, серьезные реформи откладываются все-таки на 2018-2019 годы. А что это будет в эти годы, важно сказать. Сергей Власенко, новый, как оцениваете бюджетный процесс? Ну, по-перше, вы знаете, за последние 2,5 года я видел десятки урядовых презентаций, которые потом нищим не подкреплялись. Это первое. Поэтому хотелось бы все-таки, сгідно с законом, вчасно побачить документ в целом. Но те, что я бачу, меня приводит до следующих висновок. Первое. Жодной податковой реформи не произошло. Жодной. Мы уже 2 года боремся, маем прогрессивный проект податкового кодексу, который все министры финансов отказываются принимать, а в итоге уряд делает все, чтобы подконтрольные уряды фракции парламенту за это не голосовали. Раз. Другое. Макрофинансовые показники. Ціна на газ у нас залишилась та сама аферистична, корупційна, яка и была. Тобто, ничего в цей царині не изменяется. Тобто, сколько люди платили, сколько будут грабежницкие платить. Третий. Действительно, там подняли кому на 7%, кому на 10%, подняли заработную плату. Но я хочу напомнить, что курс валют у нас за этот час збільшился в три раза. Ціни на товари збільшились в 5-10 раз, комуналка збільшилась в десятки раз. Тому, на жаль, знов-таки, жодных покращений для сельского господарства я не побачу в этом бюджете. Тому, говорить про то, что цей бюджет есть какой-то прогрессивный, не то, что он не приходится, а треба жахаться и говорить, что это стратегия знищения украинцев. Ну хорошо, раз вы заговорили о курсе валют, Тарас Казак, скажите вы нам, пожалуйста, насколько реалистичным, вы считаете, курс, заложенный в бюджет 2017-го доллара, 27,4? Насколько это реалистично? Я считаю, что цей курс на следующий год... А я вам напомню, прошлый год, когда закладывали сколько? 24,2? 24,2, кажется, да. И что мы имеем на сегодняшний день? Мы еще не знаем, что мы имеем на сегодняшний год, мы имеем 25,8, средний курс десь за рік будет на рівні 25, было ниже, было больше. На следующий год курс 27,2. Вы знаете, мы очень много предъявляем внимания тому курсу, который вставляется в бюджет, но это рассчитывающий показник, исключительно для того, чтобы завести баланс бюджету. Потому что Национальный банк ранее прогнозировал, давал свой курс, прогноз курсу на следующий год. Цего года Национальный банк отказался это давать, потому что Национальный банк не имеет на методе таргетирования курсу национальной валюты. Национальный банк орендуется на инфляцию, это значительно важнее, потому что украинцам важнее, сколько стоит спожившая корзина, сколько они могут купить харчей, одежды, или заплатить комуналки. Это важнее, и поэтому Центральный банк Украины, Национальный банк отказался от установления ориентир. Поэтому курс 27,2% рассчитывающий, и я не вважаю, что этот курс недосяжный. Мы получили сегодня, подтвердимый министр финансов, может, еще не все знают, под вечер сегодня пришел первый миллиард, который нам дал Международный валютный фонд. Очекается ближайшими днями получения еще миллиарда. Это нашу экономику, и сможем ли мы им распорядиться правильно, мы об этом поговорим обязательно немного позже, не перескакиваем. Пожалуйста, Николай, вам как проект бюджета на 2017, насколько реалистичным вы его видите? Знаете, вот я хотел о реалистичности немножко сказать. Вот вы сказали о том, чтобы наши телезрители нас поняли. Вот я какое-то время назад встречался с коллективом медиков в одной из центральных районных больниц в Одесской области. И, готовясь к встрече, я посмотрел, там средняя зарплата медработника, медсестры, составляют там по статистике 200 с чем-то тысячи гривен, по-моему, где 200 там было. И я в процессе общения с медиками эту цифру упомянул, что вот мало нужно. Люди были не просто возмущены, а в реальности, как оказалось, получают тысячу с небольшим. Когда вот сейчас премьер говорит о 6 тысячах гривен, которые будет получать там врач... Вчителивый, вчителивый, вчителивый. Говорилось и о медиках, и о работниках образовательности. Вы знаете, действительно, надо говорить о реалистичности. Вот бюджет, этот бюджет, с моей точки зрения, ну, как и любой другой, он должен выполнять, с одной стороны, функцию стимулирования экономики, взять ровно то в экономике, что можно, и профинансировать то, что нужно, имеется в виду социально важные вещи. Да, у нас там есть вопросы, связанные с обороной и так далее. Но в данной ситуации, я считаю, что бюджет должен решить очень ключевой вопрос, это вопрос с коммунальными тарифами. Потому что, да, это может быть не связанные так в прямую вещи, но на сегодняшний день для людей это удавка, которую практически невозможно решить. И субсидиальный вот этот механизм, который предлагается людям, это не то, что решает проблему. Совершенно правильно говорилось о том, что бюджет должен давать толчок к развитию так называемых точек роста тех отраслей экономики, которые могут дать в целом рост валового внутреннего продукта и так далее. Вы этих толчков не видите, я так понимаю. Ни сельского хозяйства, ни металлургии. Когда мы говорим о реформах, вот говорят, надо реформы в образовании. Мы уже так реформируем это образование, так реформируем это здравоохранение, что скоро его уничтожим. Когда говорят о реформе в угольной отрасли, если вы имеете в виду просто тупо закрыть шахты и покупать уголь дальше в Южной Африке, то это не реформы, это просто дальнейшее уничтожение экономики. Поэтому я считаю, что этот бюджет в том виде, в котором он... От того, что там он попал 15-го в 19-30, или это не принципиально. Я считаю, что это как бы... Главное содержание, понятное дело. Да, важно, что там 15-го, и то хорошо. Но то, что это не то, что нужно людям, и то, что это не то, что нужно экономике, в какой стране, это совершенно одно. Те, что сказали на 30%, на 50%. Я вважаю на следующий день. Мы должны создать условия, когда люди правильно скажут. Люди должны знать, что даст им этот бюджет. И третье вопрос. Децентрализация. Про которую мы не должны забывать. Вы скажете, что мы не в час, а там в час нападаем бюджет? Я хочу сказать. Мы не можем бюджет складать на розрахунках минулих роков. Потому что он каждый год, изменятся формы, изменятся податки, которые мы передаем на местный уровень. И, до речи, бюджет в местном бюджете, он обеято зарис. Завдяки тому, что мы дейсно передаем сегодня и акцизы, и местные податки, и там податки с громадян, они все залишаются на местах. Это на голове. Поэтому сбирать податки в державный бюджет на уровне 879 миллиардов и на местном уровне... 876. Кстати, это реалистичная цифра? Я вважаю, что, ну, больше-меж реалистичная. Минфин за неделю до этого говорил о... Я хочу просто нагадать, что финансование освіти, финансование медицины, финансование всех социальных сфер, они залежат на сегодняшний день от наполнился местных органов влады. И то, что я хотел бы вам нагадать, что те, что мы на сегодняшний день, вы говорите, люди не вычувают, вычувают еще и как. Потому что тендеры, которые сегодня проводятся, с Прозором, там с другими формированиями, они сегодня все идут, послушайте, они все идут сегодня на развитие местных органов. Там сегодня залучаются местные фирмы, которые берут участие в этих тендерах. И на решке бюджет Украины, повторюю, став инвестором, главным инвестором в Краине, который даёт возможность працювать в стольких бизнес-компаниях. Господа политики, я хотел бы и вам напомнить, и нашим телезрителям о том, как принимается ежегодно бюджет. Все это система сложных подковерных игр, и будем откровенны, договорников. Когда за голоса необходимость за принятие бюджета, каждой партии обещается что-то. Мажоритарщикам обещаются школы, детские садики на их избирательном округе. Главам фракции обещаются какие-нибудь контракты или еще что-нибудь. Какие будут желания в этом году у каждой из фракций? Что будет принципиально? И выстоит ли парламент в этом первом испытании этой осенней сессии? Испытаний у вас будет много, и законы, касающиеся минских договоренностей. Но выдержит ли парламент испытания бюджетом? Насколько это будет просто? И как могут измениться цифры в этом документе? Вы как раз так абсолютно неправильно поставили питание. Вы справьте меня, пожалуйста. Нет договорников? Я в парламенте 8 лет. Напомнить вам, кто в прошлом году за 5 часов до голосования всей фракции на одном из национальных каналов кричал о том, что фракция не поддержит и через 5 минут проголосовали единогласно? Это точно не моя фракция. Не ваша фракция. Я буду говорить за все, что я не буду говорить ни про кого. Я не буду говорить ни про кого. Это точно не наша фракция. Поэтому я еще раз скажу. Я в парламенте 8 лет. Я ни разу в нижних договорняках по бюджету не принимал... Но вы же не станете скрывать, что вы их не видели, когда они есть на стороне. Если мы говорим про кого-то, давайте не говорите про всех. Все однаковы, снова у нас теза. У нас не все однаковы. Если вы говорите, что фракция Батьковщина будет вымогать от бюджета, я вам могу сказать, что мы будем вымогать полной переориентации этого бюджета. Полной переориентации. Он с точки зрения стратегии неправильно сбудований. Он с точки зрения стратегии существования. Не с точки зрения стратегии развития, а с точки зрения стратегии животения. Это для нас, как для фракции принципово. А какие подходы должны быть использованы? Абсолютно другие. Мы считаем, что украинский газ не можно продавать по российской цене, по цене мюнкенского хаба. А это означает абсолютно другой подход до величезного пласта бюджета, если они заявили, что они на субсидии там 70 миллиардов выдают. Это абсолютно величезный пласт работы. Мы считаем, что нужно изменять податковую политику глобально. Нужно создать нормальные условия для существования и функционирования предприятия. С теми податками, которые сейчас есть, это неправильно. Коллега говорила про децентрализацию, а я вам скажу. Действительно, деяким местам, великим местам, местам областного подпорядкувания стало жить лучше. Так, это правда, за счет акцизов. Но десяткам, сотням и тысячам небольших сел, которые не имеют у себя акцизу, которые не имеют у себя стоянки, они помирают. Поэтому нужно проводить нормальную децентрализацию для всех, а не только для больших мест. Игорь Попов, вот вы на сегодняшний день не во фракции. Что нужно сделать правительству, чтобы обещать радикальной партии, чтобы вы проголосовали за бюджет? Знаете, який главный запобежник, как перейти от бюджета договорняков до бюджета реального прозора для населения? Это как раз внести его вчасно, не откликать и расследовать три месяца. Вот за три месяца мы сядем в каждом комитете над паспортом каждой бюджетной программы. Перелопатимо все и повикидаемо, как тогда за три дни навысь встигли викинути какой-то конкурс патріотичной песни на миллион долларов, кто-то кому-то должен был и так далее. Но это за три дни, за три месяца мы можем сделать набагато больше. И если мы будем это перебирать, какие проритеты для нашей фракции радикальной партии, я уже могу сказать, первое, это оплата житлово-коммунальных послуг. Если бюджет зашивает туди 80 миллиардов, для того, чтобы гасить надприбутки комунальным монополистам, это неправильно, а чи не краще, запропоновать бюджетную программу на 4 миллиарда и поставить в каждую квартиру за державный кошт индивидуальный лечильник тепла. И это то, что из этого бюджета побачить наши граждане. Потому что бюджет – это не лишь постографка с цифрами, в этом мало кто разберется. Под бюджет завжди принимается купа решений. Тетяна уже говорила, что говорится про бюджетный фонд. Окей, выглядит очень классно. Но если это просто додатковый податок из всех граждан, из каждой машины, или готовы граждане платить этот податок, или понимают, куда они пойдут. Все эти решения нас будут просить принять под бюджет. Если это будет не за три дня, как в прошлый раз, а за три месяца, то эти решения будут безразумными. Скажите, пожалуйста, я все-таки не могу понять, насколько достаточно денег выделяется, прописывается, на поддержание социальных стандартов. Зарплаты и пенсии все-таки будут повышены или не будут? Такое ощущение, что вы просто читали разные, смотрели разные цифры. Да, Сергей. Если вы разрешите, я как первый заместитель руководителя комитета по вопросу социальной политики отвечу. Действительно, в рамках переговоров профсоюзов с Гройсманом мы достигли договоренности о том, что минимальный прожиточный минимум будет, уровень будет пересмотрен. Да, сегодня он будет пересмотрен неверолюционно. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы, в принципе, изменить его идеологию как таковую. Минимальная зарплата, минимальная пенсия также будет пересмотрена. Мы сегодня ищем возможности с тем, чтобы спасти пенсионный фонд, потому что он сегодня банкрот. И это нужно честно признать, он банкрот. Наша инновация с ЕСВ, она провалилась, люди не платят это ЕСВ, понижение не привело к результату. Почему неправда? Татьяна, продолжите, Татьяна. Разрешите, я запомню. Нет, нет, Татьяна вам скажет, в чем вы ошибаетесь или не ошибаетесь. Давайте разберемся. Я как раз хочу сказать на ваше питание относительно заработных плат. Значит, если у нас на 1 грудня 2016 года минимальная заработная плата будет становиться 1600 гривен, то на 1 грудня 2017 года уряд пропонует установить МЗП 1762 гривен. То есть, увеличение минимальной заработной платы на 162 гривен. Сами вы решите, достаточно ли это для поддержки нормальных стандартов или не достаточно. Послушайте, можно я закончу? Теперь, что до медицины. Татьяна, есть, откуда взять деньги для большего повышения? Я сразу спрашиваю. Я вам могу сказать, как сказал премьер-министр, митница и так далее. Но я хочу сказать, что тот процент обмежения государственных плат, который был закладен в бюджетной резолюции, и тот процент обмежения государственных плат, который закладен в государственном бюджете, представленном вчера, это отличается на близко 3 с лишним процентных пунктов. Это близко 100 миллиардов гривен. Это те деньги, которые я сказала, что дьявол крица в деталях. Тому, те, что вчера представили презентацию и картинки, это хороший, социально спрямованный, сбільшение витрат на медицину на 21 миллиард, сбільшение витрат на освоту, снижение зарплаты педагогических пациентов и так далее. То есть, очень хорошо, все доволены, снижение зарплаты минимальной зарплаты и так далее. На что будет потрачено этих 100 миллиардов, которые появились там? Никому не ведомо, потому что в картинках я только прошу. У вас есть время, теперь разбирайтесь, пожалуйста. Борислав. Смотрите, начнем с хорошего и перейдем плавно к обычному. Хороший бюджет появился вовремя, более-менее вовремя, а не под елочку, так, чтобы все приняли, прочитали. Не знаю, что там было. А помните, как он теплый приносили, только из печати. А самое главное, потом махали перед нами пустыми листами и говорят, покажите бюджет, вот пустые листы, я нарисую, что хочу. Второе. Действительно, бюджет надо будет изучать, чтобы, надеюсь, что там не будет такого, как во времена Яценюка, когда была уборка космического мусора, когда была патриотическая песня и все остальное. Я надеюсь, что этого не будет. Теперь перейдем к более серьезному. Для того, чтобы наполнять качественно бюджет, нужна не только приватизация, которой пока нет еще, насколько я понимаю, в бюджете, она будет внесена позже. Нужны серьезные инфраструктурные проекты, реализация их. Нужно подключение инвестиций и, соответственно, нужно усиление экономики. Достичь этого можно только созданием реальных рабочих мест. Это раз. Второе. Я надеюсь, что действительно, насколько я понимаю, будут подключены все ресурсы для наполнения бюджета. Как один из примеров, сегодня говорили про бурштин. Давайте, наконец-то, разберемся с бурштином, чтобы он не контрабандно вырабатывался, а легально. Чтобы его не контролировала прокурорская и полицейская мафия, а государство контролировало. Примеров много. Я могу сам перечислить. Игорный бизнес. Про игорный бизнес. Говорят, что на таможнях у нас крутится минимум один бюджет годовой. Игорный бизнес – это вообще отдельная тема. И я знаю, что в ближайшее время внесут законопроект, который, наконец-то, исправит ситуацию и уберет эти казино с улиц Киева. Надо жить действительно по тому, что ты заработал. Посмотрите, каждый из нас. Давайте, если проще говоря, у нас есть 100 гривен, потратить в магазине 150 нереально. У тебя есть 100 гривен, ты должен понимать. Значит, ты должен заработать 150 гривен. Еще раз говорю, для этого нужно создавать новые рабочие места. Для этого нужно продумывать план действий. И это самое главное, чтобы было сейчас. Меред нашим Минэкономикой. Чтобы наше правительство четко осознало. Мы не можем и дальше жить в долг. Кредиты МВФ, кредиты Международного банка и все остальные – это не подарки. Я вам хотел бы сказать, Борислав, что для нас было бы уже огромным счастьем, если бы не было, как при прошлом правительстве. Это когда есть 100 гривен, отчитываешься перед народом, что потратил на него 150, а сам 75 из этих 100 потратил на себя. Вадим, реалистичность бюджета. Вы забрали у меня слово по поводу сосалки. Поэтому бороться можно и нужно. И я хотел бы, воспользуясь вашим эфиром, сообщить общественности, что мы с профсоюзами готовим большие акции протеста, которые будут направлены на то, чтобы мы добились еще большего повышения минимальной заработной платы. И, наконец-то, разрешение тарифной проблемы существует. Здесь я Сергея поддерживаю. Сережа, вы говорили о том, что разные правительства презентовали разные бюджеты и так далее. Мы слышали от представителей вашей политической силы тоже такие же презентации. Нам нужно в корне решать эту проблему. Бюджет – это финансовая модель государства. И нам с вами необходимо сегодня продолжить серьезную дискуссию о том, о переучреждении, в том числе экономическом переучреждении государства. И тогда мы будем иметь правильный бюджет, социально ориентированный бюджет. И это тот путь, который мы должны элиты, новые политические элиты страны пройти. И я бы хотел сказать очень непопулярную вещь. И очень короткую вещь. Сказать спасибо Гройсману за то, что наконец-то был вовремя внесен бюджет. И у нас будет этот период не только для дискуссии, но еще и борьбы за каждую цифру у каждого региона. Сергей, спасибо. Уже благодарили. Уже благодарили премьера. Но здесь после ваших слов возникает другой вопрос. Бюджет, принимаемый и обсуждаемый под звук касок под парламентом или под акции протеста. А насколько он будет правдивым, реалистичным? Не пойдут ли просто депутаты на то, чтобы для усмирения толпы, грубо говоря, отдать деньги на социалку, не думая о развитии? Не толпы, а рабочих и крестьян. Не толпы, а рабочих и крестьян. Сергей, я никогда не хочу никого оскорбить. Когда вы, я, Сергей и Вадим выйдем на улицу и будем стучать касками о пол, мы становимся толпой. Вы становитесь сторонниками профсоюза. Андрей, пожалуйста. Вот так коротко право. Таким идем коррупции. Жоден бюджетный. Андрей. Прежде всего, уважаемые коллеги, в мире известно много моделей реализации социальной и экономической политики. Примитивный монетаризм, он может быть, но это далеко не единственный. Потому что красивая формула жить по средствам в разных странах в разное время по-разному реализовывалась. И средства будут институционные, кредитные. Это тоже жить по средствам в зависимости от поставленной задачи. Потому что сам по себе бюджет это что? Экономический план какой-то программы. Вот какой программы? Помните разговоры, серьезные разговоры депутатов, когда обсуждали отставку Яценюка? И очень многие фракции, независимо от коалиции Антонии или нет, говорили о смене социально-экономического курса. Вот это бюджет, это бюджет Яценюка Гройсмана. Никакого отношения к смене он не имеет. Может быть, через запятую инновации с фондом, связанным с ответственностью дорог, да и то это исключение. Второй момент. Что касается идеологии. На мой взгляд, ну как это не жестоко прозвучит, это бюджет принуждения к жизни в условиях войны. Я объясню почему. Потому что военный бюджет хорош в условиях, когда он стимулирует конверсию, когда он стимулирует создание новых программ с бизнесом. В нашем случае мы видим, что ни один крупный транснациональный инвестор не приходит в наши программы антикризисные. С чем я сравню, пожалуйста, 24-й год, план Доусона, Германия, которая выплачала огромные репарации, которая была страной, которая потерпела поражение, получает помощь, которая была связана с поддержкой экономики для отдачи долговой репарации. И за 5 лет 24 миллиарда золотых марок в качестве инвестиций. Где наши европейские золотые евро, как элемент поддержки нашей структурной реформы? А вот то, что мы хвалимся миллиардом МВФ, вам не стыдно? Если бы не было миллиарда МВФ в среду, не было бы бюджета вчера в 19.30. Но имейте терпение, немного позже, Вадим. Да, как раз наши миллиарды евро, они уходят в Европу. Потому что это бюджет, это бюджет экономики сырьевой экспортной ориентации. Вот экономическое переучреждение страны надо, чтобы была реальная экономика, она давала ВВП. А мы живем за счет сырьевых рынков. И там падает цена, так сказать, колеблется, и тогда мы что-то выиграем. Вот настали там больше сейчас, чуть-чуть подняли цены, значит больше бюджет пошло. И аграрный сектор тоже самое. Второй момент. Хочу сказать, что это бюджет воюющей и бедной страны. Причем беднеющей постоянно. Более того, нас приучают к тому, что мы должны быть честными и бедными. Один журналист сказал, нас ждет эпоха честной бедности. Премьер-министр тоже самое сказал, что будет бюджет честный. Да, он будет такой слабенький, потому что много денег идет там на оборону, на безопасность, на силовые структуры. Там где-то чего-то стягнем на социалочку. Но зато по-честному. А где концепция экономического роста? Мы тут разобрались или нет? За счет чего мы будем вообще развиваться дальше? У нас будет промышленность или нет? Или мы будем только сельским хозяйством жить? У нас будут наукоемные какие-то инновационные новые производства, точки роста? Вот я хочу, чтобы, понятно, мы не можем сейчас все вину складывать на Кабмин. Но депутаты, как раз во время обсуждения вот этого бюджета, должны это там заложить. Мы действительно, вот задача депутатов экономически переучредить страну. И тогда это будет бюджет богатеющей страны. А пока он бюджет беднеющей страны. Это согласится со мной каждый, потому что люди беднеют. АПЛОДИСМЕНТЫ То, о чем начал говорить Андрей, на этой неделе МВФ наконец-то сменил гнев на милость. Украина получила долгожданный, больше года, да, по-моему, мы ждали? Долгожданный, ну, насколько спас или не спас бюджет, сейчас разберемся. Долгожданный миллиард долларов заходит к нам в виде транша от МВФ. Готова ли Украина, вот какая его цена на самом деле? Готова ли Украина и дальше выполнять все требования МВФ, чтобы не в последний раз мы кричали с гордостью и радостью «Транш наш», давайте поговорим далее. И первый... Тарас Загородний, и... Нет, сначала Тарас Загородний, затем Выкородний. Как надолго нам хватит этого транша? И насколько он был нужен для... Транш их, а не наш. Да, да. Транш не наш. Ну, я особисто сподіваю, що це буде все ж таки останній транш, який ми беремо взагалі в МВФ. Украина за всю економічну свою історію завжди зверталася до МВФ, коли у нас було падіння або на сировинних ринках, або просто якісь катеклізми. Коли тільки у нас розпочиналося економічне зростання, ми забували про МВФ, і слава Богу. Чому? Тому що, щоб ви розуміли, що таке МВФ. МВФ – це неблагодійна організація. Її головні дві функції, так? Це підтримка глобального попуту, що це означає, що не дай Боже, ми припинимо купувати товари західних країн. Тому даються нам кредити, даються нам золотовалютні резерви і так далі. І друге – це потрібно під час криз, щоб західні корпорації або західні банки могли вивезти свої капітали, а все інше йде на державний борг. Вся функція МВФ, щоб ми це розуміли. По-перше, по-друге, ми повинні все ж таки займатися власною економікою, те, що говорила програма. Де програма? Де експортна стратегія наша? Як ми відходимо від сировинної стратегії? Цього немає. І тому ми повинні розуміти, що якщо ми самі себе не пишемо програму, то за нас пишуть програму. І за нас саме рахунок. В даному випадку, в довгостроковій перспективи, ми, якщо будемо і далі виконувати те, що хоче від нас МВФ, це аграрна країна, деіндустріалізована, з населенням десь 8-10 мільйонів, бо все інші працеснадні поїдуть до Західної Європи, тут будуть пенсіонери і чиновники, які нікуди не поїдуть, бо вони працювати не вміють. От і все. В даному випадку ми отримуємо просто подальше зобожження. Тому нам потрібно, зараз отримали, дякуємо, підтримали, так? Але наступне питання, наскільки ми... Ті вимоги, які від нас вимагають в такий короткий строк, вони, скоріш за все, не будуть виконані. І слава Богу, що не будуть виконані. Бо те, що хочуть нас відкрити, одразу ж відкрити ринок землі, як вимагається МВФ, це загибель фактично економіки, це перетворення країну на країну латифундій. Ринок землі треба відкривати, але поступово, через биржову торгівлю, коли ми знаємо, скільки коштує реальна земля. А так у нас вийде скупка, створення латифундій, знищення села взагалі, бо це буде просто, як в Аргентині, величезні прерії, без населення і величезні латифунти, які були сконцентровані у транснаціональної комерції. Понятно. Тарас, а як ви вважаєте, наскільки своєвременним був цей транш? Многі кажуть, що він просто нас спасав від економічної катастрофи. Так ли це, чи ні? Могла ли Україна без нього обійтись? І потрібен ли нам цей 1,3, якщо так дорого, за нього потрібно заплатити? Минулий транш ми отримали в серпні 2015 року, тобто близько 13 місяців. Сьогодні, як я вже сказав, цей наступний транш перейшов. 13 місяців ми чекали. І якщо минулого року я вважав, що цей транш нам був не потрібен, то сьогодні він справді потрібен. Ми бачили... Це не реально спас нас від катастрофи. Зараз я пояснюю. Ми бачили падіння гривні два тижні тому. Гривню ми вже привикли, що вона була 25, і раптом вона пішла вниз. Тобто курс почав зростати долара. 25, 26, 27 вже майже було. Тільки те, що МВФ позитивно вирішив питання цього траншу, вже гривня заросла. На сьогодні в обмінниках Києва можна купити долар по курсу 25,8. Тобто вже більше, ніж гривню програв. Тепер я хочу сказати основне. Щодо МВФ. Цей транш, мільярд, йде не в бюджет, а він йде в золото валютні резерви для того, щоб гривня була міцніша. І рішення, яке ухвалює МВФ, ухвалюється Радою директорів. В цю Раду директорів входять представники різних країн. Так я хочу зауважити, що єдиний, хто голосував проти надання кредиту Україні, це був представник Російської Федерації. Тобто для Росії погано. Якщо ми розуміємо, що ми в стані війни з Росією, і Росія голосує проти цього, догадаємося, чи корисно це для України. Це така важлива річ. Що стосується, чи потрібен наступний транш. Умови наступного траншу сьогодні стали відомі. Це справді ринок землі, це пенсійна реформа, це приватизація, це декларування високопосадовцями до кінця жовтня місяця своїх статків і доходів. Тобто ті речі, які парламент, шановний, не може проголосувати. А давайте Глеб Вишлинський продолжить вашу мисль і розповість, вірите ли ви, Глеб, в те, що політики підтримують всі ці ініціативи МВФ і виконують всі ці условії. Друзі, я ще раз прошу, коли ви перебиваєте моїх колег-журналистів і експертів, це мені подобається мені менше всього. Пожалуйста. Поправляємо, тому що, наприклад, є декларування, це проголосований закон і відлік подачі декларації... Глеб, Глеб, ви можете продовжати відповідати? Я уточню те, що стосується цієї вимоги. Там конкретно було сказано про те, що протягом жовтня всі високопосадовці мають подати ці електронні декларації. Тобто це і уточнення. Повертаючись до питання, колеги казали про те, яка має бути модель економічного зростання і, власне, який є зв'язок МВФ з цим. Ми можемо подивитися, наприклад, Польщі. Основним джерелом економічного зростання і нової економічної моделі Польщі стали прямі іноземні інвестиції. Польща є восьмою країною в світі, при тому, що вона є не найбільш населеною країною в світі, за залученням тих прямих іноземних інвестицій, які могли б бути в будь-яких країні. Хоча за обсягом ВВП Польща є лише 23-ю країною в світі. І коли ми опитуємо іноземних інвесторів, якраз цього тижня було оприлюднене опитування, проведене Європейською бізнес-асоціацією та Dragon Capital. Насеред того, що має зробити влада для того, щоб країна стала якомога більш привабливою для інвестицій, на третьому місці після посадок корупціонерів і після очищення судової системи стоїть, власне, те, щоб країна була в програмі МВ і постійно виконувала вимоги, тому що це є найкращою і найбільш визнаною в світі міжнародними інвесторами оцінкою економічної політики. І, власне, якщо ми повертаємося до двох перших умов для того, щоб іноземні інвестори збільшували вкладення в Україну, то якраз це є ті вимоги, які є на четвертий квартал для України. Це електронне декларування і це є, власне, створення, це є забезпечення права для Національного антикорупційного бюро самостійно прослуховувати. Ну, в общем, да, условия вже прозвучали. Я такого уточнення. Тепер, оцінь коротко, да, потому що все-таки... Уточнення, знаєте що, прямі інвестиції – це не панацея. Ні Польща, ні Венгрия, ні Чехія не стали промисленним хабом. Це все субподряди, це все отвертачне производство. А в таких... Різніся в тому, що ми не... Що технологічне производство стоимості можна, інтелектуальну ренту можна проводити. Позволить здесь. Так я хочу, щоб тут була Франція, а не Чехія с отвертачним производством. Що производить, що производить самоліта Європи. Що слава політикам. Ні Сеней, ви лично готові підтримувати все ці требаи МВФ ради получення следующого? Нет. Ви-ві-ві, давайте розберемся з условиями. Вот, коли говорять о ренті землі, то все прекрасно понимають, що у нас просто буде уничтожено село, тому що ті люди, які мають на сьогоднішній день аренду по паям, вони, продав ці паї, вони остануться совершенно без нічого. Второй момент – приватизація. Вот маленькая деталь, коли говорять о необхідністі приватизації, одеський припортовий завод собирається продати за 150 млн доларів. Це нескільки десятків таких дорогих жипів, як приписують одному з депутатів Народного фронту в інтернеті. То є ми продаємо... Але цьому президенту цінює Рошен в 2 млрд. Ну, як це може бути? Опять же, як ми будемо ці деньги возвращати? В 2013 році соотношення валового внутріннього продукту і господарського долу составляло 40%. Край порог считається 60% долгов от валового внутріннього продукту. На сьогоднішній день у нас вже почте 78%. О чому ми говоримо? І совершенно немає перспектив для того, як ми будемо возвращати, що для цього буде робити государство. І як... Давайте вспомним ще одну вещь. Таке... Ось таке було ярке мероприятие, як реструктуризація долгов, яку сделало правительство в прошлом року. 5 млрд доларів, які ми, вроде, не должны були віддавати в 2015-м, ми віддадим по разному оцінку після 2020 року більше 40%. І це будуть віддавати вже інші правительства. О чому ми говоримо? Друзі, я просив би набрати темп. У нас не так багато времени осталось. Хочу дати слово всім. Борислав. Я хотів просто нагадати, перед тим, як буде каски ми стучать, загадайте такі жилання. 10 мільйонів працюючих забезпечити нас, мільйонів пенсіонерів. Ви знаєте, так, про це? Так, може... Так, я хочу вам розказати. Подожди, може буде 450 варуючих обезпечувати пенсіонерів, скажи, пожалуй. Ми казали про те, що нам треба не МВФські кредити, а інвестиції в країну. Інвестиції підуть тільки в тому вибуху, коли перше... Почитайте, я це вже засчитал, як виступлення. Я просто прошу, для того, щоб ми в країні мали інвестиційний клімат, ми повинні були повороти корупцію. Це перша загроза, яка є національною безпеки в нашій країні. Друге питання. Друге питання. Суддійська реформа. І третє, тільки війна. Я хочу вам сказати, що сьогодні є загрози. Так от, два роки у нас вийшло, для того, щоб ми створили НАБУ, НАЗК, прокуратуру зробили нову. Нам треба було час. Ми це зробили. Сьогодні ми ще не побороли. Тому що є суддійська реформа, яка нааранна, стоїть на часі, все інше. Я просто хочу послухати. Я ж не перебував. Я хочу вам нагадатися. Тому, послухати. Ось що і робить економіку розвинену, коли є священне право приватної власності? Коли нема рейдерства? Коли нема рейдерства? Що Пашинський отжав в Житомирі кондитерську фабрику і крышу, ти мені говорив, і крышу, це Петренко. Що ти побороли, скажи мені? Ще раз повторюю. Що в цій країні ви побороли? Ніхрені ви не побороли. Татьяна. Все понятно. Дайте, дайте запитати. Ви спорити можете довго. Я просто хочу сказати, що ці кредити МВФ, які ми отримали, Наконец-то ви добрались до суті вопроса. Не потрібно. Це питання вже часу. Ми його отримали. Транс не дійшов. Рано з ним надходить 600 мільйонів європейської допомоги і мільярд гарантій США. Ми сьогодні маємо тверду валюту, яка на сьогоднішній день є 25,8, 26. Ось лічно для вас сама тверда, я її такою віжу на сьогоднішній день. Але, через хочу нагадати, зараз є сезон закупки енергоносіїв. Зараз ми закачуємо газ, ми зараз закачуємо вуїльок, закупляємо для того, щоб дійсно забезпечити зим. А не сезон. І сьогодні... Борислав Ізович, ви вже згадаєте біля. Борислав Тетяна Острікова. Ви кончаєте просто весь народ. Тетяна Острікова. Я хочу узагальнити з того всього, що ми почули, що в тому, що ми отримали транш, є свої плюси, є свої мінуси. Якщо говорити про плюси, то це дійсно відкриває двері для цей транш і продовження Україною перебувати в співпраці з МВФ. Це відкриває двері для того фінансування, яке йде від Євросоюзу, від Світового банку і від уряду США. Але з іншого боку, у нас на сьогоднішній день є кредити наших і допомога наших міжнародних партнерів, яка Україною не використовується. Україна не здатна написати проект і подати, щоб використати Міжнародну банку. І використати ці гроші. Друга річ. Який плюс? В тому, що це є певний тиск на владу. Тиск на владу. Тобто там МВФ записує певні речі, які потрібно заробити. Наприклад, дати тому НАБУ, підвищити його інституційну спроможність, дати їм право прослуховувати самостійно від СБУ, які залишаються нереформованими, прокуратури і так далі. Це хороша річ, хороша. Але, з іншого боку, тут питання треба ставити в тому. Не те, що скільки ми отримали, а що ми за це втратимо. Наприклад, питання ринку землі. Як можна в меморандум було записувати відкритий ринок землі, не проговоривши попередньо це з парламентом, не провівши дискуссію з суспільством, не знаючи до яких наслідків це може призвести, як це може розірвати зараз. Збори предстоят, задам, можливо, наївний вопрос. Ну, по очереди, да, вам, Борислав. Ви, наприклад, верите в то, що Україна когда-нибудь не буде нуждатися в траншах МВФ, макро- і микроэкономічних вливаннях, а заработає її економіка? Знаєте, я верю в то, що, якщо последовательно виконувати определенні пункти плана, то тогда все виконується, все реалізується. Але є ли у вас план, мистер Фикс? У нас завжди є план. Олексій, я хочу объяснить одну вещь. У нас зараз в Україну кредит. Отличный МВФ. Але почему-то мої колеги, я удивлений, забыли про ще один пункт. МВФ требує подняти пенсіонний возраст. Я хочу сказати одну вещь. Смотрите, у нас поднять надо пенсіонний возраст, а йти работать, на самом деле, этим пенсіонерам некуда. Поэтому, повторяю, главна задача для правительства на ближайшее время, это четкое выполнение одной функції, создание в реальном секторе экономики легальных рабочих мест. Это раз. Как пример могу привести, вот со мной-ка эксперт согласен, как пример могу привести самый простой. У нас с 2012 года с Китаем подписан договор о постройке трех ТЭЦ. Одной во Львове, двух в Киеве. На базе шестого ТЭЦ. Так вот я могу сказать, что под полтора процента годовых. Прекрасные условия, прекрасные. Это бизнес, окупаемость, инвестиционный проект. Тишина, молчание. Почему? Потому что в ведомстве, которое занимается в Минэнергетике, у нас тишина, и кому-то этого не хочется. Второй вопрос. У нас во Львове есть кошмар. Все знают этот кошмар. Это мусор. А в Киеве нет такого кошмара? Тоже есть. Напоминаю, что завод «Энергия» не менял фильтры с начала своего создания. Чехи, которые строили приезжали... Борислав, вот все-таки не отвечайте мы на мой вопрос. Секундочку, я отвечаю, Алексей. Важной темы нет. Пусть попробует ответить Сергей Властенко. Сергей, у нас не будет просто-напросто поэтапного выполнения создания рабочих мест ничего в стране не поменяет. Сергей, очень коротко, быстро. Вы верите в рост украинской экономики? Дивите, две цифры. Мы отримали миллиард... А нам покажите результаты, да. Мы отримали миллиард доларей. Это 26 миллиардов гривен. За словами Яценюка, в минулому році из бюджета вкрали 50 миллиардов гривен. Это ответ, что нужно нам брать транш, или не нужно. Первое. Другое. Кто проводит перемывания, кто домовляется про сбільшение пенсионного века, кто домовляется про сбільшение ринку, про открытие ринку земли, потом приходит в парламент и начинает шантажировать парламент. Право парламента сказать нет. Нет, верят ли в рост украинской экономики зрители, которые смотрят нас сейчас? Мы задали этот вопрос, они им на сайте подробностей. 67% верят. Нет, говорят 33%. Это тоже очень много. Одна треть разочаровавшихся. Ну, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск «Черного зеркала». У меня нет ни одной секунды даже для того, чтобы подбивать какие-то итоги. Просто благодарю вас за внимание. Встретимся ровно через неделю. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok